Так, Алекс, Алекс, из слов Рамза мы знаем, что в Чечне нет геев. Ты говорил, что в исламе нет места геям. Как ты видишь судьбу этих меньшинств в Чечне после того, как справедливость восторжествует и Чечня станет чеченской? Кто для тебя является самыми яркими представителями хороших русских? Ну, самыми яркими... Тумсо, палестинцы это арабы или отдельная нация? Ну, это, конечно, арабы, но вот когда ты говоришь отдельная нация, здесь все зависит от того, что ты вкладываешь в понятие нации. Если в понятие нации вкладывается принадлежность к какой-то стране, то есть если ты говоришь не об этносе, не о народе, а о нации, как о гражданстве, то да, это отдельная нация. Потому что это люди, которые причисляют себя к отдельному государству, хотят быть гражданами этого государства, то да, это отдельная нация. Это как сирийцы, допустим, являются ли сирийцы отдельной нацией, саудийцы являются отдельной нацией, катарцы, эмиратовцы. Если в понятие нации ты вкладываешь принадлежность к государству, гражданству какое-то, то да, это отдельные нации. Но если мы говорим о народе, является ли это отдельным народом, то нет, конечно, народ это арабы, все они являются арабами. Является ли это каким-то отдельным этносом, нет, это все один народ. Это как американцы, допустим. Американцы являются отдельной нацией? Безусловно, являются, если в слово нация вкладывать принадлежность к конкретному государству. А так, если мы скажем, что нация и народ, если мы поставим знак равенства, некоторые просто так делают, почему я отмечаю. Если поставить вот этот знак равенства между нацией, этносом и народом, тогда американцы такой нации не существует. Не существует такого этноса. Американская нация, она сформирована из представителей всего этого мира, наверное. Там и индусы, и арабы, и африканцы, причем всевозможные африканцы со всего континента Африки. Там и европейцы, там и китайцы, и японцы. В общем, кого там только нет. И все эти люди, в том числе и индейцы коренные, все эти люди, в конечном итоге, сформировали вот эту нацию. И нацию американцев, и нацию канадцев, и бразильцев, и аргентинцев. То есть все практически люди, населяющие Южную и Северную Америку, это ведь в большинстве своем не коренные жители этих континентов. Палестины как государство не существует, хочу заметить. Но это опять-таки, исходя из чего? Если Палестина как государство, ее существование считать только когда все страны этого мира признают, тогда есть еще ряд целых стран, которые по такой логике не существуют. Потому что не все страны признаны какие-то там, Косово, например, частью государств этого мира признаны, а другой частью не признаны. Тайвань частью государств признана, а другой частью не признаны. И в общем, есть целый ряд еще таких государств. Однако, если считать признаком государственности, если хотя бы часть стран признала, тогда существует уже это государство. А если считать государством, если сам народ, проживающий на этой территории, идентифицирует себя как граждане этого государства, даже если никто не признал это государство, тогда опять-таки из такой логики это тоже государство существует. Но Палестина, она некоторыми государствами признана как государство. Так, Алекс, Алекс, из слов Рамза мы знаем, что в Чечне нет геев. Ты говорил, что в исламе нет места геям. Как ты видишь судьбу этих меньшинств в Чечне после того, как справедливость восторжествует и Чечня станет чеченской? Это прежде всего вопрос религиозный. То есть, когда мы говорим про, допустим, вот эту группу этих людей, так называемые ЛГБТ, надо понимать, что с точки зрения ислама не существует никакой вот такой группы ЛГБТ. Не существует такого понимания вообще. И не существует классификации человека из-за того, что он, например, как-то себя там ощущает. Вот, например, в современном мире люди становятся, относятся к этой группе, да, к этим четырем буквам, относятся, если они себя классифицируют. Вот, ну, типа, если мужчина, например, считает, что он такой, что он там, допустим, любит других мужчин, грубо говоря, то он автоматически относится к этой группе. В исламе такого нет. В исламе есть конкретное преступление. И если человек совершает преступление, за преступление есть наказание. Но если человек себя относит, у него там какое-то помутнение, у него там какие-то левые мысли, это еще не является преступлением, за это его никак, он не наказывается, понимаете? То есть, сам подход к вот этой вот вещи в исламе, он совершенно другой. И нельзя взять современные, современные понятия, там, ЛГБТ, и взять, там, все, вот люди, все эти люди являются преступниками. То есть, ну, не может ислам к этому так вот идти. Ислам скажет, так, а конкретно есть преступление совершенное? Есть четыре свидетеля, которые зафиксировали совершение этого преступления? Если этого всего нет, то какие вопросы, что за буквы? Там, поговорить с человеком, может быть, там, попутал его без, понимаете? Там совершенно другая тема. Поэтому, ну, не может быть сейчас такого ответа на такой вопрос без вот этого вот глобального разбирания этой темы. Плюс еще, обратите внимание, в современном понимании ЛГБТ туда входят, неважно там, какой пол, да, мужчины, женщины, все туда группируются в это одно, в эти четыре буквы, да, и женщины, и мужчины. Ну, в исламе нет такого. В исламе женщины, это, они вообще не могут совершить это преступление, потому что нет инструмента, грубо говоря, да, понимаете? Вообще, вообще, это другая, другая, как бы, история. Поэтому здесь, с точки зрения ислама, это нужно вообще по-другому эту тему разбирать. Что думаешь о Уховском районе? Расскажи чуть про это. Думаю, это одна из величайших несправедливостей, совершенных в 20 веке. Вопрос, в котором справедливость так и не была восстановлена. И, к сожалению, это такая мина замедленного действия. Это такие угольки, которые в любой момент можно раздуть, и там вспыхнет какая-то очень нехорошая ситуация. Это, конечно, очень нехорошо. В целом, я думаю, все прекрасно понимают, и живущие сегодня там, в Аухе, и люди с обеих сторон этой земли понимают, что район, как, во-первых, он же разделен, Ауховский район разделили, часть стал Казбековским, по-моему, часть Новолагским. Вот этот сам по себе этот район должен быть восстановлен, как единый район. Во-вторых, его территориальность должна быть присоединена к чечении, как это было до сотворения этой несправедливости. Это понимают и проживающие там понимают, и с обеих сторон проживающие другие люди. Поэтому, пока эта справедливость не будет восстановлена, там будет постоянный такой очаг недовольства, очаг напряженности. Кто для тебя является самыми яркими представителями хороших русских? Ну, самыми яркими, хорошими русскими, в прямом смысле. Для меня являются наши братья-мусульмане из числа русских. Они самые, наверное, лучшие русские в этом мире. Но тот вопрос, конечно, был в другом-то, имел в виду каких-то оппонентов сегодняшнего Кремля. А я бы не хотел так их квалифицировать. Для меня какая-то, знаете, оппозиционная сила, оппозиционная Кремлю сила сегодня может быть приемлемой, рукопожатной, но завтра она может перестать таковой быть. Что-то они могут такое, значит, сойти в каких-то рельсах, или наоборот выявить какие-то там свои вещи. И также, наоборот, сегодня неприемлемые могут завтра отойти там, оставить какие-то свои убеждения, свои какие-то программы и стать приемлемыми. Поэтому там, я думаю, нам не стоит сегодня так это разделять. Для нас наш подход это мы должны быть готовы, если мы должны быть готовы к диалогу даже с врагами, даже с Путиным, то мы тем более должны быть готовы к диалогу с его оппонентами. Как бы нам приятные или неприятные они не были. Другое дело, что диалог с неприятными людьми, которые в своей основе бессмысленны, как, например, они сегодня не являются властью, и вряд ли они когда-нибудь будут такой властью, но зачем с ними, в принципе, разговаривать? Это не имеет смысла. Потому что диалог, он же не ради диалога. Диалог ради того, чтобы достичь какой-то цели. И вот если эта цель недостигаема, то, в принципе, и диалог нас не интересует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok